ДОЧЕВЕЛЛЯ ДВНОВОСТИ В ФРГ власти Германии делают ставку на электромобили. Хилари Клинтон и Дональд Трамп – фавориты очередного раунда «Праймерис», которые прошли 26 апреля. Республиканец и миллиардер Трамп одержал убедительную победу во всех пяти штатах. Экс-госсекретарь и демократ Клинтон – в четырех. С огромной долей вероятности именно Хилари Клинтон и станет кандидатом в президенты США от Демократической партии. А выдвинет ли Трамп республиканская партия? Еще большой вопрос. В активе Хилари Клинтон уже более 80% голосов, необходимых для выдвижения на пост президента демократов. У ее соперника, сенатора Берни Сандерса, сохраняется лишь теоретическая возможность помешать Хилари стать первой в истории США женщиной-президентом. Клинтон уже намекает сопернику на то, чтобы он стал ее союзником. Независимо от того, поддерживаете ли вы сенатора Сандерса или поддерживаете меня, нас гораздо больше объединяет, чем разъединяет. А лидер среди республиканцев Дональд Трамп после победы в пяти штатах и вовсе объявил себя предварительно номинированным. Его соперники Тед Круз и Джон Кейсик решили объединить усилия, надеясь на победу в оставшихся штатах. Трамп назвал это еще одним доказательством того, что в республиканской партии против него существует сговор. Я думаю, что это ужасная сделка. Они выглядят слабыми, глупыми и доведенными до отчаяния. Ни один из конкурентов Трампа уже не сможет набрать больше голосов, чем скандальный миллиардер. Но и он может не заручиться необходимой поддержкой половины делегатов партийного съезда. Поэтому есть шанс, что съезд отвергнет кандидатуру Трампа. Обычно голосование на съезде – формальность, но в этот раз может быть все иначе. Пусть и не сразу, но партийные делегаты имеют право изменить свое мнение. Мы очень обеспокоены ростом популярности Дональда Трампа. Это весьма опасно для страны. Так что мы напоминаем избирателям, кто он на самом деле. В начале июня пройдут праймерисы в самом населенном штате США – Калифорнии. На кону максимальное число делегатов для съезда республиканцев – 172 голоса. Большое значение будет иметь позиция звезд Голливуда. Они серьезно влияют на общественное мнение. Избиратель мыслит так. Если кто-то, кем я восхищаюсь, восхищается этим кандидатом, то я обращу на него внимание. Так что поддержка звезд серьезно отражается на кандидатах. Партийные съезды демократов и республиканцев запланированы на июль. Тогда официально и будут объявлены кандидаты в президенты. 45-го хозяина Белого дома американцы изберут в начале ноября этого года. В Евросоюзе осудили решение Москвы запретить деятельность Меджлиса крымских татар. Российские власти признали орган самоуправления крымско-татарского народа – экстремистской организацией. В Европе этот шаг расценивают как наступление на права человека в Крыму. Жестким наступлением на права крымских татар назвали запрет Меджлиса в Еврокомиссии. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию отменить это решение. Ягланд напомнил, что в недавнем отчете делегации Совета Европы речь шла о том, что запрет деятельности Меджлиса, цитата, означает новый виток репрессий против крымских татар. Глава фракции «зелёных» в Европарламенте Ребекка Хармс ожидает вмешательства международного сообщества. Европарламент принял много решений, резолюций, принятых большинством голосов, чтобы защитить крымских татар. Однако это не сработало, поэтому давление на тех в Москве, кто принял решение запретить Меджлис, должно усилиться. Также нужно усилить давление на прокурора, которая очень активно действовала в этом вопросе. Международные правозащитники должны ей сказать, что она грубо нарушает международное право и права людей. Это решение изолирует крымских татар от остального населения, проживающего на полуострове, убеждены в Совете Европы. Ребекка Хармс считает, что в результате запрета пострадают более сотни тысяч татар, права которых будут нарушены. А активистов Меджлиса ещё и приравняют к преступникам. Немецкий политик советует ЕС пересмотреть свою стратегию в отношении России. Я пока, к сожалению, не вижу большинства в ЕС, которая выступала бы за усиление или введение новых санкций. Но действующие санкции должны быть сохранены. Запрет деятельности Меджлиса является наступлением на права и свободы крымских татар, убеждены в правозащитной организации Amnesty International. А отсутствие возможности для правозащитников работать в Крыму делает полуостров закрытым от всего мира. Как международная организация мы пока, к сожалению, не имеем непосредственного влияния на де-факто власти Крыма. Мы также не имеем физического доступа на эту территорию. Это зависит от того, как будет развиваться ситуация, и, к сожалению, всё-таки от готовности де-факто властей Крыма принимать у себя международные организации. Сейчас такой возможности нет, но мы мониторим ситуацию, и как только такая возможность появится, мы будем на этой территории исследовать ситуацию, которая там сложилась. Между тем, председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рифат Чубаров сообщил, что после незаконного, по его словам, запрета в Крыму, Меджлис будет работать в чрезвычайном режиме и переедет в Киев. Чубаров дал понять, что он и его соратники будут считать деятельность других представительских органов крымско-татарского народа в Крыму нелегитимной. Власти Германии решили подстегнуть спрос на непользующиеся популярностью электромобили. Правительство ФРГ совместно с автопроизводителями запустили программу примирования покупателей электромобилей. Также из бюджета будут выделены деньги на развитие инфраструктуры. Согласно целям, установленным немецким правительством шесть лет назад, уже в 2020 году по дорогам Германии должны ездить миллион электромобилей. Решение это было принято в те времена, когда правительство сделало окончательный выбор в пользу альтернативной энергетики, а цены на бензин заставили автовладельцев ужаснуться. С тех пор многое изменилось. Цены на нефть упали, а технологического прорыва так и не произошло. В настоящий момент из 45 миллионов автомобилей в Германии лишь менее 50 тысяч полностью электрические. Ещё 130 тысяч оснащены гибридными двигателями. Что же мешает развитию электромобилей? Нет, честно говоря, электромобили меня не интересуют. У них слишком маленький пробег без дозаправки, поэтому такую машину я не куплю. В принципе, электрокары — вещь не безинтересная. Вот только предназначены они для поездок на небольшие расстояния, а я часто езжу далеко. Заправок для таких машин практически нет. Да и стоят они слишком много. Хотя премия при покупке могла бы несколько изменить ситуацию. Идея выплачивать премии при покупке электромобилей далеко не новая. Ранее для стимулирования перехода на новую технологию её воспользовались во многих странах. Например, в США, Японии, Корее, Китае или Франции. Теперь их примеру последовала и Германия. В среду правительство и представители автопромышленности договорились о том, что при покупке автомобиля на электротяге может быть возмещена часть его стоимости в размере 4 тысяч евро. Для покупателей машин с гибридным агрегатом премия составит 3 тысячи евро. Эти правила распространяются только на машины со стартовой стоимостью не более 60 тысяч евро. Связанные с премиями расходы в размере более миллиарда евро поделят между собой поровну государство и автопроизводители. Решено также, что на расширение сети электрозаправок из госбюджета будет выделено 300 миллионов евро. 85% частных автомобилей в Германии стоят ночью не в гараже, а на улице. Что ж теперь, людям протягивать кабели из окон с третьего этажа? Нет, это невозможно. Главное — это создание инфраструктуры. То, что немецкий автопром всё больше делает ставку на электромобили, — это факт. Ведь конкуренты не дремлют. Так американский производитель электромобилей Tesla сумел приобрести культовый статус. Его новая модель 3, судя по всему, станет бестселлером. О том, что электрокары становятся настоящим трендом, свидетельствует и нынешнее автошоу в Пекине. Китайские фирмы представили свои версии электромобилей, которые, возможно, могут составить серьёзную конкуренцию Tesla. В Германии сменится шеф немецкой разведки БНД. Нынешний руководитель будет досрочно отправлен на пенсию. Все подробности в обзоре новостей. 63-летний Герхард Шиндлер руководил немецкой разведкой с 2012 года. На этом посту его сменит заводдел Министерства финансов Бруно Каль. В качестве одной из причин отставки немецкие СМИ называют недовольство Берлина скандалом вокруг Агентства национальной безопасности. АНБ прослушало представителей руководства стран, которые являются союзниками США. Немецкую разведку обвиняли в содействии этой слежки. Предупредительная забастовка, объявленная крупнейшим в Германии профсоюзом Верди, привела к многочисленным отменам рейсов в шести аэропортах страны. Так, авиакомпания Люфтганс отменила порядка 900 полётов. В забастовке принимает участие наземный обслуживающий персонал аэропортов Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Кёльна, Бона, Мюнхена и Франкфурта на Майне. Бельгия выдала Франции парижского террориста Салаха Абдайслама. Он был задержан в Брюсселе 18 марта. Абдайслама подозревает в организации и проведении серии терактов в Париже в ноябре прошлого года, в ходе которых погибли 130 человек. Власти Венесуэлы ввели в стране двухдневную рабочую неделю для государственных служащих. Их в стране порядка двух миллионов человек. Власти утверждают, что они пошли на подобные меры из-за сильной засухи. Эксперты же считают, что сокращение рабочей недели связано с экономическим кризисом в Венесуэле, который был вызван низкими ценами на нефть. Кстати, Венесуэла обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире. Нефть составляет и 95% экспорта страны. ДВ Новости расскажут о развитии событий завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова